ребята всем привет как видите у нас еще одна альфа вообще-то их как нет альф так нет но как сразу появляется у меня это сразу по несколько штук у нашего пациента же сломан двигатель вернее там сломано практически все что можно сломать двигатель убит уже до такой степени что его даже чинить не целесообразно целесообразно просто купить новый двигатель и просто его поменять так как здесь убита головка убитая портевая гремит уже коленвал коробка на 3 передачи уже просто выбивает на 4 передачи уже походу нету нескольких зубьев что у нас еще ада заклинившие сцепление единственное что живое это карбюратор и генератор ну и магнитод там еще какие-то мелочи но как вы уже поняли сегодня вот это вот барахло мы будем выбрасывать и ставить новый двигатель тяжеловат вот у нас двигатель сейчас делаем маленький он боксинг ну ладно что у нас здесь крышка ведущей звезды как упакован прям как телевизор отдай так ножка приключения передач и кик болтики и термопрокладка так ничего больше нету и так ну что ж вот он двигатель все заклеено провод высоковольтной катушки это наверное генератора это тоже от генератора масса и датчик хода это датчика приключения передач ну и собственно провод стартера звезда у нас 14 к так как же я вам маркирую это здесь сто пятьдесят второй fm h интересует меня второй вопрос если здесь масло да масло есть как всегда густющее такое но на первый запуск на первые там сто двести кома его будет достаточно дальше рекомендую масло сменить так как неизвестно что это за масло и лучше не рисковать даже вот такой немного завышенный уровень масла но это ничего страшного здесь не очень такой мощный масляный насос так что можно не бояться что там прокладки вырвить сальники выдавить ничего такого не случится ну что ж снимаем этот двигатель с мопеда и всегда я начинаю с электрической части здесь уже все на тюнинговой синей изоленте кстати очень прилично форсирует двигатель генератор масса катушка высоковольтная практически сама вышла генератор до чехола уже расклепан и Продолжение следует... 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 так вроде бы все подключили ну теперь нужно проверить если у нас искра ну что ж коллектор я уже установил но теперь нужно немножко помучиться еще и с карбюратором вот наш карбюратор как видите тоже с мегаваящим нулевиком из-за которого частично умер двигатель его тоже придется обтянуть поролоном потому как иначе все равно будет пускать грязь и пыль у нас здесь грязи и так не видно в принципе но все же лично я бы не стал рисковать новым двигателям притом но и как всегда нету второго фильтра и вся грязище ржавище и тому подобное с бака лезет в карбюратор и вот что случается ну в общем как видите не зря я полист карбюратор все загажено и засрано ничего чем из него сделаем конфетку вот это у нас жиклёрчик холостого хода на такую кубатуру в принципе целесообразно было бы купить нормальный карбюратор от 110 и не париться но владелец хочет по обкатывать временно на этом карбюратор и уже тогда купить себе новый карбюратор это у нас жиклёр главной дозирующей системы как видите с карбюратора я откручиваю все что откручивается дабы можно было все хорошенько вымыть и продуть часто меня спрашивают чем же я так отмывая карбюратор все просто беру бензин малярную кисть и труду у срачки пока карбюратор не станет идеально чистым еще буквально сегодня один человек меня спрашивал нужно ли вот это вот бляшка и что будет если его не будет ну вообще-то если же китайцы не поленились его сюда установить значит ребят она нужна во вторых она препятствует попаданию пыли грязи все конечности в карбюратор и в механизм подсоса ну что ж ребят карбюратор у нас уже чистенький когда когда вытягивал шланг у меня вместе с топливным шлангом ушла вот эта вот трубочка но это ничего страшного мы ее посадим на красный фиксатор резьбы и все будет нас отлично используя для нашей заглушки как говорят народе бляшки вот такую вот алюминиевую бляху она довольно таки мягкая и отлично подходит к этому делу вырезаю вырезаю ножницами вот такую вот полосочку всегда режу немножко в плюсе дабы потом на камне я мог скажем так сделать нужный мне размер ну вот еще свежая холодная сварка обмазал я вот эту вот бляшку чтобы она отсюда никуда больше не делась ну что ж вот и застыла наша холодная сварка и теперь не нужно установить обратно вот эту вот топливную трубочку которую я успешно вытянул с топливным шлангом конечно же можно просто ее сюда как бы затолкать и все но я пожалуй установлю на вот такой вот фиксатор резьбы красный самый злющ конечно же здесь много не нужно совсем чуть-чуть вот где-то так и теперь при помощи моего 20 килограммового молотка потихоньку постукиваем и загоняем ее глубже конечно же после такой вандатские процедуры нужно ее продуть и теперь потихоньку карбюратор можем собирать так же всегда обращайте внимание что бываете вот заглушки в виде шариков были на своих местах если же одного не будет будет подсасывать или бензин иди воздух и настроить холостой ход будет практически невозможно теперь ставим поплавок с иглой игла должна быть чистенькая без всякой там коррозии без всяких там накослений часто спрашивают меня как можно выставить уровень плохой камеры ну я выставляю только одним способом то есть так как делает завод вот это вот риска на поплавке должна быть ровно с вот этой вот площадью на карбюраторе так собираю всегда и всегда карбюратор работает нормально также вот этот вот винт регулировки качества смеси на холостых оборотах я всегда закручиваю до упора и потом раз и пол полтора оборота назад это не является панацеей что именно так нужно делать каждый карбюратор каждый двигатель ведет себя по разному и всегда приходится после того как заведешь мопед регулировать вот этим вот винтом то есть я этим винтом добиваюсь наиболее устойчивой работы двигателя на холостых оборотах и потом уже там шаг влево шаг право там чуть-чуть его можно крутить не более того и 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 так карбюратор с фильтром у нас уже на мопеде установил новый фильтр новые шланги теперь промываю его бензином дабы если там же есть какой мусор или еще что то чтобы его вымыло советую делать так же всегда когда завожу новый двигатель откручиваю вот эту вот крышку дабы посмотреть поступило ли масло в головку а то был уже такой случай что на заводе профукали поставить одну шестеренку маслонасоса и после того как я завел двигатель он немножко поработал и потом резко встал клином долго не мог я понять в чем же проблема почему все детали сухие хотя уровень масла приличный был но оказалось в том что маслонасос был не рабочий из-за отсутствия центральной шестереночки вот такой вот опыт был так что кто покупает новый двигатель всегда нужно смотреть поступает ли масло хотя бы в головку если вы заведете если исправный насос есть масло то отсюда чуть-чуть каплями так будет плескаться масло ну сейчас посмотрим о наживает и ну вот надеюсь видно было сразу пошло масло сразу капли вылетают наружу это означает что маслонасос рабочий и за двигатель в принципе можно уже не переживать конечно я потом это все отмою потому как если это дело не отмыть сразу же уцепится пыль добавим холостых немножко слишком мало еще чуть-чуть добавим холостых а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ни в коем случае не даем двигателю слишком нагреться Когда он станет такой чуть-чуть тепленький Я его выключаю Даю ему время, чтобы он остыл И потом опять заложу И так где-то 5-6 раз делаю После того Я уже могу на нем Скажем так Чуть-чуть легонько прокатиться Чтобы посмотреть на свечу В каком же она виде Ну что ж, ребят Все-таки не удалось мне на нем покататься Случился такой, скажем, нежданчик У нас, короче, вот Как всегда Немножко далеко от дома Со мной всегда вот Приключаются вот такие вот вещи У меня пока все Надеюсь, это видео было вам интересным Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok